осень время когда большая часть велосипедистов в нашем регионе да и в целом большей части по нашей стране постепенно постепенно начинает пропадать с дорог причины понятны становится холодно мокро грязно световой день стремительно сокращается объективно катать становится не очень так комфортно ясное дело что есть прослойка велосипедистов которые едут несмотря ни на что а некоторые прям вопреки уважуха таким ребятам но осени есть и плюсы вместе с желтеющими листьями желтеют у ценники на многие летние товары мы пока не преисполнились как жители соседней финляндии и зимой в массе своей предпочитаем велосипеды держать в тепле и уюте поэтому велосипеды у нас являются летним товаром и по осени начинают дешеветь ну как бы для справки два из трех моих велосипедов купленной либо поздней осенью либо ранней зимой магазины стараются сплавить то что осталось с лета освобождая складские и магазинные площади под зимний товар из минусов разве что модели могут остаться не самых популярных размеров совсем мелкие или совсем большие но точно также осенью можно набрести в магазинах на весьма интересные экземпляры которые залежались и до сих пор еще не обрели своих владельцев для примера возьмем джами с ренегей с 3 народе просто ренегат кратко почему на этот велосипед стоит обратить внимание трубы рейнольдс карбоновая вилка шамана grx джами с ренегей с 3 велосипед универсальный можно комфортно передвигаться по городу гулять в парках или по пригородам можно проехать соточку по асфальту а можно показать по лесам и полям можно обвесить сумкой формате байкпакинг а можно установить задний багажник и разместить на нем велосумки или лилые штаны если вы предпочитаете не стеснять себя вещах я как правило выделяю велосипеда за их цвет например и в данном случае такой приятный белый серый голубоватый какой-то цвет мне прям очень нравится да это не красный который быстрее но зато белый это заметность он будет заметен как в городе в ночное время суток так и будет заметен где-нибудь на осенней гравийной дорожке в оранжевой листве но уж сильно про город я заострять не буду давайте все-таки про приключения поглядим на велосипед поближе стойке у нас 28 колеса с покрышками vtb 700 на 40 ширина вполне пригодная чтобы съехать с асфальтированной дороги на лесную дорожку и раздать там по красоте в песке на них конечно не залезешь но по грунтам будут катить очень хорошо покрышки достаточно плотные на это нам намекает значение в 120 tpi установить бескамерно можно со стоковой 40 резину и зазоры позволяют здесь установить что-то потолще ну где-то я думаю до 50 резины смело единственное чтобы резина была не слишком толстая потому что вот в этом месте может упереться в раму или переклюк втулки джойтек алюминиевые на осях с закрытыми подшипниками оси как по мне не хуже и не лучше эксцентриков в плане наката однако в плане обслуживания оси на голову выше и тут базара ноль но есть устойчивое мнение что благодаря осям можно колеса снимать надевать туда-сюда обратно и при этом совершенно не париться над настройкой калиперов типа надел и поехал они как с эксцентриками там что-то подводить вот это все я честно говоря не сталкивался с эксцентриками с этой проблемой но я верю обода втб алюминиевые двойные готовы к бескамерному использованию что очень облегчает переход на бескамерку основной тратой стоит покупка хорошего герметика далее рама из хромолевого сплава рейнольдс 520 хромолибден холодный закал в принципе когда производитель труб для велосипедов компания рейнольдс это жирный намек на качество с более чем столетней истории компания рейнольдс запатентовал аббатированные трубы трубы с переменной толщиной стенки еще в 1897 году аббатированные трубы это дополнительная легкость и того велосипед весят в 54 ростовке всего 11 килограмм и тут комит всего 11 до у меня 6 половиной сюда же к легкости относится карбоновая вилка джамис адвенча эко что конусный имеется внутренняя проводка для тросиков крепление тормоза флэт мало и как бонус бонки на ногах вилки который позволит разместить на них дополнительный вес я правда считаю что все-таки небольшой должен быть этот дополнительный вес все-таки вилка карбоновая поправьте меня в комментариях если что но лично я бы не стал сюда ставить багажник все-таки стрёмно закарбоновую вилку это как говорится если у вас получилось и ничего не сломалось пришлите видео в итоге мы получаем не тяжелый качественно исполненный фрейм сет который располагает как к бодрой гонке по грунтовым покрытием так и велопоход в привычном для вас формате на раме есть необходимое количество бонок можно установить задний багажник есть место под две фляги и дополнительно можно что-то повесить под рамы и на верхней трубе на вилку я бы все же рекомендовал установить кейджи под какой-нибудь не тяжелый хабар я в пвд на своей карбоновой вилке вожу например кухню и еду и дождевую одежду конец ну то есть там веса максимум килограмма по 2 главное трансмиссия на джаме с renegade s3 в круг установлено шимана горы x rx 400 задний переключатель переключатель передний тормоза и монеты горы x 400 это по сути шимана тягра что неплохо это отлично подходящий для гравийного катания групп сет задний переключатель имеет встроенный механизм стабилизатора цепи который обеспечивает более тихую работу безопасность и точность переключения на местности с бездорожьем и гравием кассета установлена шимана 11 36 на 10 скоростей система фса звезды 4630 и того имеем 20 скоростей 4630 это как раз то самое соотношение звезд в системе которые делают велосипед универсальным и очень хорошо располагает как для расслабленного катания в городе так и принципе приличного наваливания по грунтовкам цепка mc x10 каретка fsa с закрытыми подшипниками и внешними чашками тормоза как уже упоминалось shimano grx rx 400 гидравлические роторы по 160 миллиметров я на личном опыте убедился что дисковая гидравлика и дисковая механика это две большие разницы гидравлика на голову лучше это мгновенный уверенный отклик до в обслуживании она более трудозатратно ну так не тратьте труд на нее доверьте ее хорошему мастеру а хорошего мастера я советую себя в телеграм-канале заходите ну и напоследок пройдемся по всему остальному руль вынос руля и подседельный штырь от бренда риччи седло сель ройл асфальт село хорошее бренд известный но тут надо понимать что чтобы было комфортное катание стола же быть недорогое не понтовая а подходящие лично вашей пятой точке поэтому не вредно держать какой-то лишний небольшой бюджетик на смену седла вдруг не подойдет стоковая стоковая можно продать на авито у меня например нет ни одного лишнего седла остались только те что мне подходят обмотка на руле джами сьют замшевая с гелевыми вставками приятненькая но помним простую истину что какая бы красивая и приятная обмотка не было ее надо периодически мыть с мылом вот и жир с ладошек отличная среда для грязи и того имеем что jamis renegade s3 это сочетание инновационных технологий и высококачественных материалов при среднем ценнике уровень комплектации средний что дает хорошее понимание о том как должен работать велосипед не давая осадочка который можно получить от дешманского оборудования и оставляет простор для последующих улучшений в общем это ли не прекрасно собственно хорошей вам осени будем надеяться что выходные будут еще погожей мы все успеем нормально покататься а затем всем пока